Более ста научных очерков и статей посвятил истории Великой Отечественной войны ветеран из Уральска Павел Букаткин. Он на себе испытал все тяготы военных лет и в мирное время сделал все для того, чтобы раскрыть неизвестные страницы самой кровавой войны в истории человечества. На днях Павел Романович тоже получил поздравления от президента в честь 70-летия Великой Победы. Павла Букаткина знают прежде всего как хранителя военной истории Уральска. Всю свою жизнь он посвятил исследованию участия при Урале в Великой Отечественной войне и доказал, что на территории Казахстана тоже проводились военные действия. Западно-Казахстанская область была единственным регионом республики, который по решению Военного совета Сталинградского фронта в 1942 году был включен во фронтовую зону и в число пунктов противовоздушной обороны страны. Дженебек, Шунгай, Сайхин, Урда. Немцы совершали налеты. До 30 самолетов одновременно налетали на Дженебек. Были жертвы и не только среди рабочих, особенно железнодорожников, которые во что бы то ни стало содержали в боевом виде, соединяющую железную дорогу Сталинграда со страной. Павел Романович с 1943 года участвовал в боях. Был командиром взвода и роты 96-го стрелкового полка на Курской дуге. Воевал на Центральном, Белорусском, Первом и Четвертом украинских фронтах. Встретил победу под Прагой. За героизм и мужество награжден тремя орденами Отечественной войны и множеством медалей. Письмо от президента придало сил, говорит ветеран, ведь несмотря на возраст, ему за 90. Он продолжает работать. Для меня это особенно приятно, такое внимание от имени нашего дорогого президента. Но вдвойне это приятно, потому что я сейчас еще на бюллетене. И у меня еще уколы сегодня будут и завтра. Но я думаю, что такое внимание, которое сегодня мне уделили, неожиданное для меня, прямо скажем, поможет мне выйти раньше на работу. С выше 60 лет Павел Букакин проработал в Западно-Казахстанском государственном университете, где по собственной инициативе организовал военно-исторический музей, которым бессменно руководит до сих пор. Благодаря ему молодежь знает историю войны. Асель Русалиева, Бладжард Гасов, Канат Махмутов, Уральск.